Здравствуйте, меня зовут Наталья, это мой канал Моя Американская История. Ребята, в этом видео я хотела бы сделать обзор автомобиля Prius C марки Toyota 2014 года. Вообще, этот ролик 2015 года, год спустя после того, как я купила эту машину, но, пожалуйста, не судите очень строго, я делаю обзор как любитель, не как профессионал. Но что я просто хочу сказать, что прошло 4 года, ну 3 года, да, после того, как я записала это видео, и 4 года после того, как я купила эту машину. На моей машине сейчас 82 тысячи мили, так как я езжу на довольно-таки большие дистанции. И вот за всё это время я не имела абсолютно никаких проблем с этим автомобилем. Единственное что, на 81 тысячи мили я поменяла тормоза не потому, что звуки там какие-то были или ещё что-то. Нет, потому что муж настоял, он когда узнал, что я за всё это время не меняла тормоза, что я езжу на оригинальных тормозах, да, 2014 года, он просто пришёл в ужас, и он настоял на том, чтобы я поменяла тормоза эти. И всё. Больше, в принципе, я ничего не чинила, ничего не меняла. Единственное, что каждые 10 тысяч миль я вожу эту машину в салон, чтобы поменять масло на синтетическое. Стоит это 50 долларов. Делаю я это каждые 10 тысяч миль, то есть, ну так как я довольно-таки много езжу, это где-то каждые 4-5 месяцев. Если у вас не гибрид, то меняют масло обычное, и это стоит где-то 20-30 долларов. В общем, если вам интересно, оставайтесь со мной. Я, наконец-то, решила сделать обзор автомобиля Prius C, гибридного автомобиля марки Toyota. Сделаю обзор как снаружи, так и внутри. Prius C из всех Prius'ов у Toyota, есть Prius, Prius C и Prius V, считается самым маленьким. И что мне ещё в ней нравится, это то, что, так как она маленькая, то везде можно припарковаться. Так она выглядит снаружи. Это бензобак. Вместимость его 9,5 галлонов. Галлон, один галлон это 4 литра. А почему я купила гибрид? Потому что я очень далеко работаю, я работаю в абсолютно другом штате. И я езжу на работу и с работы где-то 60 миль в день. То есть, если опустить вообще все мои поезды по личным делам в магазине, в магазин и так далее, то езжу я в день минимум 60 миль. Это где-то 96 километров. Поэтому, естественно, мне нужно было покупать гибрид, который экономит очень много бензина. Раньше у меня было... Не был гибрид, у меня был Nissan машина, Nissan Versa, но она была очень экономная. Но не гибрид. Нет. Я заливала два раза в неделю по 20 долларов. То есть, в неделю у меня уходило 40 долларов на бензин. С этой машиной я трачу... Я заливаю бензин только раз в неделю. И я трачу 15 долларов. Ну, до этого, до того, как бензин не упал, я тратила 20 долларов в неделю. Теперь я трачу 15 долларов. Потому что, если я залью больше 15, у меня бензин начинает выливаться из бака. Теперь, как Prius выглядит внутри. По крайней мере, Prius C. У меня модель базовая, совсем не навороченная. Их всего 4 модели. Как бы у каждого Prius. То есть, Prius C есть Prius 1, Prius 2, Prius 3 и Prius 4. Чем больше номер, тем более навороченные машины. У меня Prius 2, Prius C 2. Поэтому у меня все так самое... По-простенькому все. Итак, вот так выглядит салон. Салон не очень большой. Пассажирское сидение. Сидение водителя. Здесь открывается бак. Сейчас мы его покажем. Вот он открывается. Вот. Откручивается. Туда заправляет бензин. Вот так выглядят пассажирские места. Довольно-таки тесно здесь. Потому что вот здесь, если видно, вот под этим креслом батарея. Поэтому ноги ставить довольно-таки проблематично. В общем, я села внутрь. Стоит на паркинге. R это обратно. N это нейтралка. D это драйв. И B это по холмам, но это по Калифорнии. Это не здесь. Здесь это... В принципе, B я никогда не использовала. У меня нет ни встроенного GPS-а, навигатора. Потому что это на несколько тысяч дороже машина. Я могу в любой магазин поехать и за 100 долларов этот GPS купить. Окей. В общем, я ее сейчас заведу. А, руль. Пока я не завела. Он подключен к Bluetooth. То есть вы можете разговаривать. Как бы телефон напрямую подключается к Bluetooth. И вы можете разговаривать о машине, не доставая телефона. То есть это снять трубку, это повесить трубку. Вот. Всякие спецы. Окей. Сейчас я это все покажу. Это для зеркала. Ну, я ее завожу. Я не знаю, слышите вы или нет. Вот она заведена. Бесшумная абсолютно машина. Я сначала очень сильно пугалась. Когда она останавливается, эта машина, то двигатель выключается. Я думала, что она постоянно глохла, когда я останавливалась на светофор, например. Что это показывает? Это сколько миль в час я еду. Столбик показывает P. Это что я делаю я на парковке. Или если будет D, это значит я веду машину driving. Вот этот, ну, это бензобак полный или пустой. Он полный. Я зарядила. Залила его. Батарея. Вот эта вот, где написано EV и ECO, это вы едете и не используете бензин или используете очень мало бензина, то появляется зеленая полосочка. Я покажу, я поеду. И когда красная полосочка уже появляется, идет вот сюда вот к PWR, к power, тогда это значит, что вы используете бензин. А вы можете менять этот дисплей. Ну и здесь что тут? Тут понятно. Наверное, все. Break это я на ручник поставила. Попробую отъехать. Air. Я поменяла на reverse, то есть я обратно сейчас еду. Опускаю ручник. Я меняю на drive. И я еду. Упс, извините, у меня приходится одной рукой. Сейчас я выйду напрямую, попробую до силы нажать, чтобы я как бы использовала другое, чтобы я использовала этот бензиновый двигатель. Красный. Это как раз, а, что я использовала бензин. Сейчас он запищит, потому что я не пристегнута. Вот. Теперь я хочу показать, как можно поменять дисплей, что можно увидеть. Я припарковалась. Теперь, как меняются дисплеи. Вы можете на руле, вот здесь такая штука есть, дисп, написано. Вот можно менять дисплей. Сейчас я поменяю и расскажу, что это такое. Видите, опять тишина. Как будто бы заглохла. Двигатель выключился, когда он останавливается. Итак. Это сколько я только что потратила денег на бензин? Два цента. То есть, проехав вот этот кружок, он мне показывает, сколько я потратила на бензин. Но у меня стоит, что бензин стоит 3 доллара и 70 центов. Он сейчас стоит 2 доллара и 30 центов. То есть, на доллар. Даже больше, чем на доллар меньше. Вот. Поэтому это как бы не очень правильно. Дальше. Так, это нам ничего не покажет. Это настройки. Так, это что такое? А, а это показывает, как действует машина, как она заряжается. Окей. Давайте я попробую еще раз отъехать. Вы, по крайней мере, посмотрите, как она... Что тут вообще будет? Видите? И сразу, как бы, вы можете видеть, как она работает. Так, что... Нарочник. Далее. Drive Information. Это информация. На какой скорости на средней я еду. Сколько времени. Видите, 5 секунд. То есть, я проехала 5 секунд. Температура 56, а по Фаренгейту, это где-то градусов 15, наверное, по Цельсию. То есть, вы можете любой дисплей выбрать, какой вам хочется. Но я вот этот сюда выбираю, EcoScore, где я могу видеть, использую я бензин или не использую, когда он на красную уходит, на полосочку тогда. Это значит, что я использую дисплей. Дальше. Что тут еще есть? Радио. Радио такое-то подобное. Ну, диски тоже играет. Это был кондиционер. Вот. Вы также можете выбрать ноги, все, туловище и так далее. Вот. Сейчас я еще выключу машину. Тоже будет написано, как бы, summary всего, сколько я проехала, сколько денег потратила на бензин и так далее. See you, это пока. И вот, summary. Summary по путешествию. Какую дистанцию проехала, сколько миль. По времени, 6 секунд я. Consumption. 14,2 мили в галлон. И сколько мне это все стоило? 2 цента. Но, опять же, это не точная информация, потому что у меня бензин стоит намного дороже, чем он на самом деле. Эта машина использует 50 миль на галлон. То есть, я 50 миль могу ехать абсолютно спокойно на одном галлоне. Я заливаю где-то галлонов 6 всегда. И вот я в день езжу по 60 миль. Если никуда по своим делам не забираюсь. Так, сейчас попробую открыть капот. Если вам интересно, я не механик. Я из всех этих спецификаций не знаю. Я не знаю, что такое. Я не знаю, где мотор, где что. Я даже не знаю, где эта штука, которая... Ммм... Вода, которая чистит окна. Поэтому, если вам интересно, посмотрите, как выглядит гибридный Prius внутри. Вот так он выглядит. Машина отключена, то есть, она не работает. Ну, давайте я ее включу, пусть она поработает. Включенная, может быть, что-то изменится, не знаю. Для меня изменения только в одном. Я слышу звук. И это я так понимаю, двигатель гибридный, электрический. В общем, я не знаю. Кому интересно, смотрите. В общем, для меня изменения только в одном. Я слышу только звук какой-то жужжащий, и все. А так он, по-моему, одинаковый. Что включенный, что не включенный. Спасибо большое за твое внимание. До свидания.